Братья и сестры, я вас приветствую, всем молодежь, которые остались на сегодняшний день, на сегодняшнее служение. Спасибо вам, мы радуемся, когда вы участвуете. Новые песни, новые лица, это всегда приятно, общение. Слава Богу! Братья и сестры, если вы будете внимательны и оцените ситуацию мира, в котором мы живем, вы заметите, что нас окружают повсюду какие-то знаки, эмблемы, бренды, какие-то флаги, что-то где-то имеет свое значение. Когда вы это видите, каждый человек может сказать, ага, я причастен к этому, или там какая-то партия может быть скажет, о, это наш флаг, я причастен, я там голосую за кого-то. В начале проповеди хочу показать вам одну эмблему, пожалуйста, братья, высветите. Кто-то сразу скажет, увидев эту эмблему, сразу скажет, что это такое, что это означает. Но есть категория людей, которые, может быть, не знают даже, что это такое. Дети, которые растут, им еще не рассказывали. Люди, которые не имеют никакого отношения к спорту, они скажут, мы не знаем, что это такое. Другая категория скажет, конечно, мы знаем, что это такое. Эта эмблема означает олимпийские игры. Пять колец, это пять континентов, объединенные одной идеей проводить спортивное соревнование, олимпиаду. Есть категория людей, которые скажут, мы имеем отношение, мы любим смотреть по телевизору или там через компьютер, спортивное состязание, соревнование, таким образом мы имеем причастие к этой эмблеме, к этому соревнованию. Есть еще категория людей, которые занимаются спортом, любят спорт, и для них участие на олимпийских игр это уже достижение, потому что туда едут лучшие из страны на эти соревнования. Эти спортсмены, они ставят себе задачу, цель быть участниками соревнований олимпийских игр. Например, есть люди, которые зарабатывают медали на этих соревнованиях, это люди, которые ставят цель быть не только участником там, не только просто поучаствовать в соревнованиях, но получить приз, занять какое-то место. Вы знаете, может быть кто-то из вас, из молодежи, стремится к этому, может быть кто-то у нас есть даже чемпионы, или кто-то участвовал на олимпиаде, я не знаю таковых. В нашем собрании присутствует один человек, его зовут Вячеслав Бойко, это друг нашей церкви. Господь его нашел в этом городе, он посещает наше собрание, Господь его ведет по своему пути. Он является 13 раз чемпионом СССР по гимнастике. Он серебряный призер Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене и 1976 года в Монреале в командном зачете по гимнастике. Это человек, который имеет отношение к Олимпийским играм. Он 11 раз был тренером и готовил команды к Олимпийским играм. Он знает, что такое получить медаль, что такое быть на соревнованиях. У него есть более сильное причастие к этой эмблеме. Теперь я хочу, чтобы братья показали другую картинку. Пожалуйста. Теперь мы поменяем наши мысли и мы обратим внимание на эту фотографию и на этот стол. И не каждый человек, может быть, не здесь присутствующих, а в мире, имеет причастность к этой фотографии или может что-то сказать. Для него это просто чаша, в которой налит какой-то напиток, открытая книга и хлеб. Кто-то посмотрит на этот стол, может быть, вы смотрите в прямом эфире, и для вас ничего не значат эти знаки. Это просто красивые чаши, накрытые салфетками, красиво испеченный хлеб, серебряные блюда, содержание. Внутри там находится вино в чаше и в кувшине, здесь хлеб. И это все для вас. Братья и сестры, но сегодняшний день для кого-то это символы, это причастность к тому, что происходит сегодня на собрании. И самое главное, это не чаша, потому что она может быть разная, может быть такая красивая, как у нас. У кого-то, может быть, она золотая была, у кого-то она была просто консервная баночка, у кого-то это деревянная, у кого-то глиняная, это некрасивая салфетка, это даже невкусно испеченный хлеб. Это символы для нас. Но самое главное, истина, о которой мы проповедуем. Почему мы это делаем? Почему мы собрались? Почему эти знаки для нас о чем-то говорят? И я хочу прочитать текст Писания, о котором мы будем немножко рассуждать. Это первое послание Коринфянам, первая глава, с 18 стиха. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для еленов безумие. А для нас же призванных, иудеев и еленов, Христа, Божию силу и Божию премудрость. Братья и сестры, в этом тексте, который мы прочитали, для кого-то будут непонятные слова. Что-то, какой-то смысл может быть запутанный. Синодальный перевод не все, может быть, понимают. Молодежь, кто читает, думает, это сложный текст. Давайте на него посмотрим, о чем идет речь. Главной темой в этих стихах является крест. Мученическая смерть Иисуса Христа на кресте. Эта тема была важной и самой главной в проповеди апостола Павла, когда он проповедовал людям. Эта тема является главной в жизни христианина. И Павел проповедовал об этом всем, но не все принимали. В этих стихах мы видим две категории людей. Здесь говорится о погибающих и о спасенных, и о двух национальностях – иудеи и елены. Елены – это греки. К категории погибающих относятся все люди, которые не принимают Иисуса Христа как личного спасителя через распятие на кресте за грехи всех людей. К категории двух. Почему апостол Павел использует иудеев и еленов? Он их сравнивает. Потому что Павел сам был иудей, он был еврей, он проповедовал евреям, но также он был апостол язычником, он проповедовал язычникам. Иудеи, которые ждали Мессию, которая освободит их от римского ига, от захвата Римской империи, они ждали своего Мессию. Иудеи всегда требовали знамений и чудес, они привыкли, что в Ветхом Завете Бог действовал через чудеса. И они не верили словам апостола Павла, они отвергали истину о том, что распятый Христос – это и был Мессия, это тот, который пришел умереть и спасти людей от грехов. Они отвергали это. Апостол Павел также говорил грекам, которые привыкли требовать, которых интересовали человеческие рассуждения, аргументы, логика. Церковь в Каринфе находилась в Греции, апостол Павел им писал, он понимал, что греки особо любили знания. Мудрость и философия – это то, что основывало греческое мировоззрение. И Павел им писал. И он говорит нам, он использует такое слово, непонятное – юродство. Словарь объясняет значение этого слова. Это глупость, это бессмысленный поступок. Смерть на кресте ассоциировалась у греков с представлением обо всем позорном и бесчестном. И весть о спасении только через страдания, и смерть распятого человека могла вызвать в их сердцах только полное презрение. В Благой Вести не было ничего для них привлекательного. Они привыкли рассуждать, философствовать, говорить о чем-то великом, о каких-то мудрствованиях. Но в этом тексте мы прочитали, что Бог отверг человеческую мудрость. Люди не могут понять это разумом, не могут объяснить. Бог своей Божьей премудрости, у Него был план спасти человечество через распятие, через крест, через пролитую кровь Иисуса Христа. И это нельзя понять разумом. Это можно принять только верою, поверив. И вот апостол Павел говорит в этом тексте, что люди отвергают. Для них это безумие. То, что мы сегодня делаем, братья и сестры, для многих людей, это, наверное, безумно. Чему вы радуетесь? Вы радуетесь смерти человека? Братья и сестры, мы же не плачем сегодня. Мы сегодня радуемся. Это самый великий праздник. Это то, что Господь сказал всегда делать нам. Мы радуемся. Для других людей это безумие. Чему? Тому, что кто-то страдал? Да. Потому что этими страданиями Господь приобрел нам спасение. Когда мы участвуем в хлебопреломлении, мы исполняем заповедь Господа. Мы таким образом напоминаем себе о кресте. Мы проверяем свои отношения со Христом. Мы возвещаем смерть Христа окружающим. А это есть единственное средство для спасения. Слово о кресте написано для погибающих юродства, а для нас сила Божия. В чем? Мы обретаем силы духовные, когда слышим, что через крест мы прощены, мы омыты, мы спасены, мы имеем вечную жизнь, имеем силу для борьбы с грехом. В этом наша сила, братья и сестры. Апостол Павел так и говорит, для спасенных, для верующих в этом сила. Есть несколько категорий людей, присутствующих в этом зале, для которых, для одних, это ни о чем не значит и ни о чем не говорит. Они смотрят на это и пока не имеют к этому отношения. Да, они понимают разумом, что что-то здесь происходит. Может быть, какой-то ритуал, какая-то традиция. Для других, они привыкли к этому, они видят это раз в месяц, что здесь происходит. Они знают, что с собой представляют, что там налито, кто участвует, кто-то встает, кто-то садится. Это наши дети, которые бывают на собраниях, они растут, они слышат проповеди, но они еще не имеют к этому отношения, потому что они возрастают духовно и придет время, когда они примут решение в своей жизни и захотят быть частью. Это будет их личное решение следовать за Христом. Есть категория людей, которые отвергают. Они знают, они все понимают. И Господь стучится в их сердца и говорит, что Он хочет, чтобы они стали частью вот этого происходящего сегодня, частью тела Христова, частью Церкви, но отвергают. Есть категория людей, которые были, были участниками, радовались вместе с нами, но они согрешили, где-то упали в грех, отошли, просто охладели. И сегодня они смотрят на это, но внутри пустота. Нет желания быть участником и причастия тела Иисуса Христа. Господь и таким говорит сегодня, говорит, покайся, покайся, будь участником. Сегодня я хочу, чтобы ты испытывал радость, причастие к телу Иисуса Христа. Нет ничего сложного. Дверь открыта. Сегодня Господь предлагает спасение, говорит, покайся, участвуй, будь счастливым человеком, осознавая, что ты причастен к Церкви, к телу Иисуса Христа. Есть категория людей, которые сегодня слышат, которым Господь говорит и стучит. Не отверните эту истину. Есть, братья и сестры, я надеюсь, это большинство нас, которые сегодня пришли на этот праздник, и мы радуемся, мы испытываем счастье, счастье, что мы принадлежим к телу Иисуса Христа. Для нас сегодня участие будет говорить о том, что мы спасенные, о том, что мы прощенные, о том, что Господь нас коснулся, дал нам шанс, дал нам прощение в этой жизни. У нас есть цель, мы участники. Я уверен, что когда мы придем в вечности, тогда мы получим венцы жизни, мы получим награды. Сегодня мы участники тела Христова. И Господь хочет, и чтобы дядя Слава был, не только медалист олимпийский, но чтобы в вечности он получил награду, жизнь вечную. И для него сегодня слова звучат, и Господь в его сердце стучит, и ведет его своим путем. И того, кто находится сегодня с нами, но еще не принял Господа, друзья, не упустите шанс быть участниками страданий Господа, радоваться этому, да благословит нас Бог. Аминь. Будем молиться.